Аллилуйя, слава Богу, Аллилуйя, слава Иисусу Христу, Спасителю. Иисусу слава, Иисусу слава, на веки, на веки. Друзья, сегодня 11 февраля 2018 года, сегодня воскресенье, и было сегодня собрание служения в нашей Киевской архипископии. И здесь, в Киеве, очень насыщенное служение. Я его даже на этой трансляции обозначил как вечерняя молитва в Киевской архипископии. И подписался, да, вот Сергей Жрулев, ваш покорный слуга. И картинкой этого видео, этой трансляции, я обозначил вот эту фотографию нашу сегодняшнюю, сделанную как раз после рукоположения, получается. После рукоположения дьякона Максима в Иерея, священника. Да, слава Богу, сегодня вечером я один в студии. Здесь и приветствую всех именем Господнем, именем Иисуса Христа. Сегодня хочу тоже поделиться Словом Божьим и помолиться вместе с вами. Да, братья и сестры, кто подключается, подключился, и те, кто будут смотреть потом в записи это видео. Всех вас благоставляю во имя Христа. О, семья Татьяненко уже подключилась. Добрый вечер, приветствуем, и вас приветствую тоже. Слава Богу, приветствую именем Господнем. Да, я вот делюсь такой радостью. Сегодняшней было служение у нас здесь, в нашей Киевской архиепископии. Вот, и рукополагали нового священника нашей Церкви. Слава Богу, священник помазанный, Господний служитель. И я вообще в эти дни молюсь, в эти февральские дни, молюсь Господину Жатвы особенным таким образом, знаете ли, как-то особенно, с особенным переживанием, чувством таким, я так думаю, полагаю, именно, чтобы он выслал делателя на Жатву свою, Жатву этого последнего времени. Потому что работы много, работает, как говорится, не почтный край. Вот, и что касается нашего евангельского, такого православного братства, реформаторского движения нашего, то на самом деле работы много. И делателей очень мало еще, к сожалению. Вот, и хотя многие братья, ну как, не так хорошо, что и многие, но братья некоторые отзывались за эти годы, отзывались в служение за этих вот 20 лет, что я вот несу служение такое евангельское, реформаторское. Я общался с разными священнослужителями, и некоторые из них действительно откликались на этот призыв Божий, и становились, будем так говорить, соратниками, единомышленниками, но по разным причинам большая часть из них вот отсеялась, отошло. Кто-то даже скончался уже, ушел в вечность. Да, к сожалению, да, некоторых братьев вот уже нет, даже физически с нами. Вот, но я верую, что Господь, Он действительно Бог воскрешающий, Бог оживляющий, Он есть воскресение и жизнь, и действительно Церковь Его жива, потому что Он жив, Бог наш жив. Помните, как вот на шаббаты обычно поем мы, вот кто поет, не поет, но вот кто подключался, те слышали, что я часто исполняю это, пою эту песню. «Од Авину хай, ам Исраэль хай, ам Исраэль хай, ам Исраэль, ам Исраэль хай, ам Исраэль, ам Исраэль, ам Исраэль хай». То есть наш Отец, наш Бог живой, Отец Иегова, Бог, Творец неба и земли живой, потому народ наш, народ Израэля жив. Вот, собственно, мало как бы слов в этой песне, но много смысла очень. И действительно, если бы не Господь, то действительно, на кого нам еще уповать? Только на Небесном нашего Папочку, нашего Небесного Бога, Отца нашего живого, Спасителя Господа Иисуса Христа, Духа Утешителя Святого. Да, на кого нам еще уповать? Вот, и я как священнослужитель в эти дни отмечаю, знаете ли, вот такое 30-летие своего служения. Да, аминь. Вот, 30-летие своего служения как церковно священнослужитель. Вот, и в 87-88 годы как раз я начинал свое служение в православном храме, ну, в селе Лепешкино. Ну, не только, конечно, в селе, так вообще, это в Орле было, в Орловской области, в Орловской епархии, Орловско-Брянской тогдашней епархии. Это было не в реформаторском, ни в каком-то необновленческом, это было в таком традиционалистском, в самом традиционном православии. Вот, и, конечно, знаете, вот, начиная тогда служение, 30 лет назад, как церковнослужитель, тогда я первую степень священства, которая есть степень чтеца, исполнял, пел, читал в храме, руководил хором. Мне это очень нравилось служение, очень люблю петь, хотя я сам не музыкант, не певец, но очень люблю петь, Господу петь, восхвалять Господа очень люблю. Знаете, вот, как Мартин Лютер говорил, немецкий великий реформатор в 16-м столетии говорил, что для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий христианин. Действительно, это так. Когда наши братья, хочу вспомнить сразу же наших братьев, помазанных служителей, настоящих служителей Божьих, на которого есть на кого равняться нам, знаете ли, вот, на... хочу вспомнить Павла и Силу, которых избили и бросили в темницу, в каземат, знаете ли, и там, наши братья, они не унывали. Они, находясь даже в таких стесеных очень обстоятельствах, они не унывали, они славили Творца, они славили Бога, благодарили Бога за все, и пели, воспевали Богу. И узники, другие узники слушали это пение, и совершилось чудо, земля потряслась, Бог потряс землю даже, представляете, и узы ослабели у всех, вот, не только у братьев наших, но и у тех, кто слушал их. Ведь там, ну, понятно, наши братья были ни за что, то есть, ну, как бы, за Слово Божье были, за Христа, за истину, там, а так они перед законом-то не были виноваты-то. Вот, а другие узники, там, многие наверняка были за что-то. Какие-то, может, уголовные преступники, не знаю. Какие-то, не знаю, кто, от налогов там утаивало что-то, значит, налоговые, значит. Я не знаю, за что сидели там эти люди, но я так полагаю, что узники, сидевшие вместе с нашими братьями, они были, ну, многие из них, я так понимаю, были, ну, виновны перед законом. И согрешили, действительно, перед Богом и перед людьми. Но Павел и Силы там были в этих узах за Слово Божье. И вот, когда они воспевали Господу, то потрясла земля, и узы у всех ослабели, не только у наших братьев, но ослабели узы и у этих, у преступников, которые слушали, вот, Павла и Силу, воспевающих Господу. Я так рассуждаю часто, знаете, вот так вот, что размышляя над этим как раз фрагментом из Деяния апостольских, из Писания, из Библии, то я так думаю, что когда мы воспеваем Бога, восхваляем нашего Господа, поем в этих псалмах, в песнопениях Богу, то не только какие-то узы ослабевают, может, в нашей жизни, может, но и у тех, кто слушает нас, ну, по крайней мере, не перечит, кто прислушивается, по крайней мере, кто слушает, может, даже не соглашаясь там совсем, и может, даже и не верует так вот, как надо то веровать, но все-таки слушает, и у них тоже узы ослабевают. Бог совершает чудеса. Слава Богу! И вот тогда, 30 лет назад, я начинал служение, я говорю, в 87-88 годы, как раз, вот, на рубеже. Тогда, вот, я заканчивал училище, учился в училище, Орловском художественном училище. Вот, я художник по своей специальности. Вот, сейчас молюсь о своей мастерской, кстати, тоже, и если, кстати, вы, как-то художник или связаны с этим, то свяжите со мной обязательно. Мне даже очень интересно, и пообщаться с вами будет. Здесь, в Киеве, я уже несколько раз проводил такие встречи, творческой интеллигенции, встречи с художниками. Здесь, вот, неподалеку, значит, есть христианская надия, церква, это возле метро Дарница. И там, старшим епископом является Решетинский, Валерий Николаевич, уважаемый такой служитель в христианстве украинском, и вот в киевском, в частности. И я имею честь его знать уже долгие годы, слава Богу. Вот, и вот там, вот в этом комплексе, там много разных помещений, это христианский центр такой, духовный, и там много разных церквей собирается, там же собирается и возлюбленная моя киевская еврейская мессианская община, Кимо, там же собирается у них по субботам на шабаты. Вот, и значит, воскресное служение, понятно, это христианская надея проводит там. Вот, и там, значит, разные офисы, комнаты, кабинеты, и вот там проходили эти встречи с христианами художниками. Очень интересные встречи. Я лично, кстати, встреч для себя многое вынес. И делился словом, свидетельством делился, вот, молились мы, вот, и благоставлял моих братьев, сестер, художников, которые, вот, действительно, вот, даже своим творчеством хотят восхвалять Творца. Знаете ли, можно пением, можно красками прославить Творца, Царя Царей, разными талантами, музыкой, чем Бог нас одарил, этими талантами мы можем всеми прославлять нашего Спасителя, Господа нашего Бога всемогущего. Слава Богу. Вот так вот, друзья. Конечно, и сегодня, вот, руку полагаю, нового священника, знаете ли, мы молились, и я пожелал уже нашему новому священнику, отцу Максиму, который вчера был со мной в студии, кто подключался, или смотрел уже, потому что, я смотрю, многие посмотрели уже после трансляции вчерашней вечерней, вот, и ночью, видимо, кто-то смотрел, потому что утром посмотрел, о, уже там, уже много просмотров достаточно. Так что, кто-то уже посмотрел, из вас, я надеюсь, вчерашнюю вечернюю трансляцию, и вчера я был как раз тогда еще с Диаконом Максимом, значит, в прямом эфире, ну, в записи это все есть, там, вот даже я вижу, здесь как раз вот, под видео, архиепископ Сергей Журавлев, и Диакон Максим. Да, вот, и, конечно, молясь за вот нашего нового священника, я сказал, кстати, тоже и вкратце такое свидетельство свое, вот, о своем служении, вот, и вспомнил, кстати, слова из Евангелия, слова Иисуса Христа, который говорил остерегаться тех, которые любят ходить в длинных одеждах, вот, и я как раз сказал, что нужно этого действительно остерегаться, и печально то, что действительно уже даже в наши дни, казалось бы, 21-е столетие, знаете ли, уже, да, третье тысячелетие началось, вот, а воссы ныне там, человек такой же человек, грешник такой же грешник, вот, и поныне многим, к сожалению, служителям, многим рясоносцам это слово относится напрямую, даже, ну, чего греха таить, к подавляющему большинству, будем так говорить, рясоносцев относится это слово сегодня, да. Я говорил, что для нас, православных обновленцев, реформаторов, как именно евангельских, мыслящих, библейских, верующих, христиан, если мы служители, да, и рясоносцы, будем так говорить, креста и панакееносцы, то для нас это ни в коем разе, да не будет такого, чтобы это было средством, там, возвыситься над людьми, показаться, самоотвердиться как-то, это наша рабочая спецовка, и я мечтаю о новом поколении священников, и оно потихонечку прорастает, это поросль, новое поколение священников поднимается, которые действительно служители Божьи, которые действительно, если даже и носят эти рясы, то длинные эти одежды, то не с целью, именно, не как вот любить ходить в длинных одеждах, а именно как любить Бога, и любить народ, служить Господу и служить людям, слава Богу, потому что Иисус показал как раз, сегодня тоже об этом я говорил, показал примеры, показал сам личный пример именно служения достойного слуги Божьего, вот так вот, да, кстати, видео еще не загрузил я, но, наверное, вот после этого вечернего, вечерней трансляции, вечерней молитвы, я как раз и загружу вот эти видео, посмотрите, сами послушайте, помолимся, друзья, благословен Бог наш, благословен Господь всемогущий, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки, аминь. Господь всемогущий, благослови этим вечером нас всех молящихся, пусть фемиам молитв поднимается к Тебе, Господь, как вот это благоухание, как фемиам, наши молитвы, наша вот эта хвала, словословие поднимается к Тебе, к престолу славы, Боже всемогущий, благослови нас, благослови молитву нашу, прими Господь, как благовонное курение, Господь, слава Тебе, Боже наш, благословен Ты Бог наш, благословен любящий, благой, святой Отец наш, благослови народ свой миром, благослови Господь сегодня всех, кто подключился, подключается к этой трансляции, благослови сегодня, вот, особенно, паки и паки, как говорится, снова и снова, прошу Тебя, благослови нашего священнослужителя, нашего священника, нашей архиепископии, отца Максима, благослови его, Господь, пусть от него родятся тысячи и тысячи душ, для славы Твоей, Боже, для Евангелия Твоего, Господь, пусть через благовествование возрождаются души, и пусть другие, все наши священнослужители, православные евангелисты, миссионеры, реформаторы, епископы, священники, дягоны, несут Слово Твое, Боже, и пусть Господь совершается чудо, Ты, Господин Жатвы, и Тебе вся хвала и слава, Ты, Господин Жатвы, Ты, хозяин этого виноградника, и я прошу Тебя, призри и посети виноградник сей, который насаждила десница Твоя, рука Твоя, Боже, благостави, Господь, виноградник, нас благостави, Боже, и во имя Иисуса Христа, благоставляю священническим благоставением, благоставляю благоставением Кавинов, благоставением Аароновым, да благоставит Тебя Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе и даст Тебе во имя Иисуса Христа Аминь. Пусть Бог благословит вас, все, дорогие друзья. И сегодня было хлебопреломление, причастие Евхаристии Божественной, и это таинство церкви, таинство веры, вот, и сегодня тоже я говорил как раз на служении о таинствах, говорил о самом главном таинстве всех таинств, о самом главном таинстве нашей веры христианской, христовой, апостольской, истинной этой веры нашей. Самое главное таинство Христос в нас, тайна, сокрытая от веков народов, знаете ли, но открытая вот 2000 лет тому назад, открытая для всех народов нашей земли. Это тайна, которая превратилась в таинство, знаете ли, информация открыта, пожалуйста, она оглашена 2000 лет назад, и 2000, 2000 лет об этом говорится, трубится по всей вселенной, но до сих пор это остается таким таинством, загадкой, знаете ли, как Бог поселяется в человеке, как Христос поселяется внутри нашего естества, как Он живет в нас, Христос в нас, упование и славы, вот есть самое великое таинство всех таинств, потому что действительно это есть самая главная тайна в этой вселенной, тварном мире, как Отец вселенной, как Бог, Богов, Господь господствующих, Творец неба и земли поселяется в человеческом существе, это удивительно, сегодня, кстати, молился утром, шел на служение, даже видео загрузил, кстати, это видео с телефона я загрузил, значит, когда шел, пел, Иисусу слава, коротко поприветствовал братьев, всех вас, сестер, вот, и подписал я это видео стихами из Псалма, 121 Псалма, вот хочу прочесть этот Псалом, вот, он начинается такими словами, вот, какими я заглавил это видео, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень, спасибо Господь, спасибо тебе, Боже наш, еще раз повторю эти слова, можем вместе сказать, давайте скажем вместе, повторяйте за мной, пожалуйста, друзья, скажите со мной, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень, давайте еще раз скажем это все вместе, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень, аминь, вот, это прекрасно, я еще дочитаю, потом, поделюсь с вами размышлениями, вот, стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим, Иерушалаем, устроенный, как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне, там стоят престолы суда, престолы дома Давидова, просите миру Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих, ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, ради дома Господа Бога нашего, желаю блага тебе, Аллилуйя, да, слава Богу, слава Богу, вот, и, действительно, сегодня, мы живем в благословеннейшее время, друзья, в эру благодати Божьей, в эру, великую эру милости, благодати Всевышнего Творца, мы живем в эпоху Третьего Храма, Святого Храма в Господе, эта эра, эта эпоха Третьего Храма уже продолжается два тысячелетия, созидается из живых камней Третий Храм Господний, и Он самый великий, на сегодняшний день уже, Он превзошел Своей славою все то, что мы знали раньше, прежде, наши отцы, все то, что описано в Библии, Второй Храм, Первый Храм, Скиния, все то были лишь прообразы, все то было построено по образу небесного, да, как, знаете, или как некая тень этого всего, истинного, но сегодня истинный Храм Божий созидается, Храм Божий, который из живых камней, из живых душ созидается, из нас с вами, друзья, на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, и никто не может положить другого основания, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого основания, вообще, кроме положенного самим Богом, Творцом, неба и земли, благословенное имя Его, это основание, Сын Божий, Иисус Христос, это основание, Его любовь, это основание, Его святая кровь, пролито на Голгофском кресте, это основание, Сам Он, Живой Спаситель наш, Который с нами во все дни до скончания века, и это величайшее основание, и куполом этого храма, Его главой является, опять-таки, Сам Мессия Иешуа, Сам Иисус Христос, Он является главой Церкви, и главой всего этого храма, третьего же храма, величайшего храма из живых камней, и весь этот храм, это есть тело Его, тело Иисуса Христа, и благодарю Бога Всемогущего, что и я, как живой камень, являюсь частью этой стройки тысячелетий, стройка тысячелетий, сегодня кипит, работа на строительной площадке, как никогда ранее, пять столетий назад, закончилась эпоха великой деформации, деградации, мирового христианства, началась эра, эпоха великой реформации, мирового христианства, то бишь, покаяния, исправления, возрождения, Церкви Божьей, изначального проекта Божьего, восстановления, слава Богу, и сегодня, наверное, как никогда раньше в истории, на протяжении вот этих последних, последних десятилетий, последнего этого столетия, идет работа, огромнейшая работа на этой строительной площадке, и из живых камней созидается храм, духовный храм, который действительно крепче любого камня на этой земле, крепче всего, это Царство Небесное, это Царство Божье, Царство Непоколебимое, Царство Государства, которого нет ни на одной карте политической этого мира, Царство Государства, которое все царства этого мира превосходит своей славой, и ни с чем не может быть сравнимо, которое переживет все царства этого мира, все государства этого мира, все устройства этого мира переживет, и будет пребывать вовек, И потому, кто как живой камень в этой стройке тысячелетий участвует, благословен он. И вот в Псалме, в том, что я прочитал, действительно говорилось о радости этой идти в Дом Господний. И сегодня Дом Господний – это мы с вами. И когда собрание проходит, вот двое или трое мы собираемся во имя Его, неслыханная радость, небывалая радость, которую Давид описывает, которую другие братья описывают в Библии, которую мы действительно читаем и восхищаемся, и удивляемся мудрости Божьей. И сегодня Господь, Он из живых камней созидая этот храм, во всей своей полноте присутствует среди нас. В нас и среди нас. Вот таинство, дамы и господа, братья и сестры, величайшее таинство. Христос в нас, и также во всей своей полноте, во всем своем могуществе и величии среди нас, где даже двое или трое собранного имя Его, там и Он посреди нас. Слава Иисусу Христу! На веки слава Богу Святому! Аминь, аминь, аминь! Аллилуйя! Сегодня совершали Евхаристию и причастие, хлебопреломление, и Богу славу воздаю за это таинство веры, когда мы в собрании святом принимаем тело и кровь божественные. Особенное переживание, святое переживание. Даст Бог, завтра вечером тоже проведем такой Евхаристию. За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. Восхваляем Господа, пойте Господу, не умолкайте. В этом пении также есть наше Евхаристия, наше благодарение, словословие. В этом пении, восхвалении есть причастие тела и крови Христа. Я в этом глубоко убежден. Когда христианин воспевает Господу, он вдыхает и выдыхает Господа. Он действительно причащается телой и крови Христа, причащается самому Господу, Спасителю. Вся наша жизнь есть таинство. Вся наша жизнь после нашего духовного возрождения, когда Христос поселился в нас, верующих, она превращается в таинство. Все, что совершается в нашей жизни, превращается в таинство, в тайнодействие Божье, Божьего Духа Святаго. Слава Богу! Благодарю Бога Всемогущего за это таинство веры. Благодарю Бога Всемогущего за действительно Его таинство, что Он, Бог, поселился в человеке и живет среди человеков. Новый Завет, Его главное отличие от Ветхого Завета, что в живых камнях Он живет, что Храм Божий созидается живой. И Он в нас. Это самое великое таинство. Слава Богу! Спасибо, Господи! Благодарю Тебя, Божий Всемогущий, в этот вечерний час. Прими, фимиам, молитв наших, Господи. Прими восхваление наше, Господь Божие, благодарение наше, словословие наше сегодня. Паки и паки, прошу Тебя, Господь Божий. Прими, как благовонное курение к престолу славы. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Да. Сегодня тоже молюсь о братьях. В этой молитве тоже молюсь. И сегодня в собрании мы молились тоже за исцеление. И молились за тех, кто присутствует, и тех, кого мы вспоминали. Так. Так. Как же? Псалом. Я себе скачал здесь Песнь Возрождения. Здесь много очень хороших псалмов. Удивительнейших псалмов. Я просто восхищаюсь Богом, чудным, удивительным Богом, дивным во святых своих. В Липецке недавно я проповедовал. И там на служении пелся этот псалом. В гостях был я в церкви Песятников. Христиан веры евангельской. И пелся псалом. И мне очень сильно это в душу так вот запало. И я вот из песни Возрождения хочу прочесть этот псалом. Спеть. О наш Отец на небесах Прими моленье мое. Догословно в славных чудесах Святится имя век Твое. Догословно в славных чудесах Святится имя век Твое. Все ведущь Ты и всемогущь Трепещет пред Тобою все. Все видишь Ты и вездесущь Да придет Царствие Твое. Все видишь Ты и вездесущь Да придет Царствие Твое. Пре мудрости Ты, Боже, полн И в счастье мысль одна моя. Пусть средь житейских буреволн Да будет воля век Твоя. Пусть средь житейских буреволн Да будет воля век Твоя. Ты все благой наш Бог и Царь. Ты жизнь даешь всем существам И вся к Тебе взрывает тварь. Дай хлеб насущный ныне нам И вся к Тебе взрывает тварь. Дай хлеб насущный ныне нам Ты милосерд, Ты справедлив, Оставь долги ты наши нам Как гнев и злобу позабыв Прощаем мы своим врагам Кто без тебя безгрешен был Во искушенье не введи Нас немощных, о Боже, сил А от злого духа огради Нас немощных, о Боже, сил А от злого духа огради Твои все дивные дела Твое и царство властелин Тебе и слава и хвала Во веки вечные аминь Тебе и слава и хвала Во веки вечные аминь Благодарю Тебя, Господи, Всемогущий Боже наш благословенный Благодарю Тебя, Господь, за милость и благость Твою Слава Тебе, Господь Здесь много прекрасных псалмов Просто я мало какие из них знаю, к сожалению, пока еще Я очень хочу из этого сборника Песни Возрождения Многие псалмы эти выучить Как-то подучить Очень хорошие Многие из них они писаны Я так понимаю, действительно Не без Бога В таком Божьем Духе Святом Да, здесь Какой-то псалом еще Я название не могу вспомнить Да, вот уже есть некоторые псалмы Некоторые я знаю, некоторые псалмы Кстати, первый псалом вообще Вот с этого сборника Песни Возрождения Я, значит А, здесь их много вообще, псалмов О, здесь Все они перелистаешь даже Ну да, их же там сотни Да Вот здесь Не знаю, как искать Поисковая система есть Какая-то Какая-то Вы знаете Первый псалом Вот Отсюда С этого сборника Который я Впервые в жизни услышал Это в девяносто шестом году было Вот Это Псалом Любовь Христа Безмерно велика Вот Там он Как же он называется Да А Вот тоже псалом тоже Известный, да Он полон любви У двери я твои стою Только вера во Христа Прекрасный псалом Я думаю, что в литургии нашей Православной такой Реформаторской уже Литургии тоже Хорошо бы использовать Такие псалмы Которые Багреницы А вот тоже Святую ночь В Гефсимании Там на кресте стекала кровь и в муках умиравший С голбов и кровь струится Ручей святой течет Некоторые псалмы я слышал уже Но Не помню До конца Мы у берега земного Отчизна моя в небесах Да Кстати вот Прекрасный псалом Я его пою часто Да Великий бог Когда на мир смотрю я А еще Да, вот такие хорошие псалмы Кстати еще вот такой Коль Есть такой? Коль славен Да, вот И с этого Сборника Песнь Возрождения Первый псалом Я услышал Да, если у вас есть Скачали себе тоже Может на телефон Такое Или у вас есть книжечка даже Песнь Возрождения То У меня здесь нет с собой К сожалению Это книжечки Самой книги Песнь Возрождения У меня есть украинская Кстати, у меня есть Песнь Возрождения Но там я мало вообще Еще меньше знаю псалмов К сожалению Вот И Дом у меня есть Песнь Возрождения Вот И Прекрасные псалмы Вот За душу хватает На самом деле Вот И там Если Найдете У себя Найдите Коль славен наш Господь В Сионе Потрясающий псалом Вот И Хочу рассказать Одну историю Я и делился Одно время Часто Когда свидетельствовал Ну Это было еще В девяностые годы Вот Дело в том Что в девяносто шестом году Когда я Вот Познакомился Будучи Традиционным Православным священником Тогда Простым сельским батюшкой В русской православной церкви Трудился И в московском Патриархата Знаете ли я В то время Даже и не думал Общаться с кем-то Не православными То есть Ну не мои конфессии Я был Как и тысячи моих коллег В таком Знаете ли Ну как сказать Заблуждение Что ли Ну да В заблуждении Опасном очень заблуждении В таком сектантстве Каком-то Потому что В то время Я считал Что Только лишь Мы православные Спасаемся И если мы православные Едва спасаемся Думаю Остальные могут вообще На что-то надеяться Объявиться И Знаете Вот интересно Что Я значит Познакомился Так получилось Вот С первым Протестантом В своей жизни Вот И не жалею Что подружился С ним И не жалею Что начал общаться Наоборот Я очень рад этому даже Потому что Один из таких Страшных грехов Думаю В христианстве Один из самых страшных Грехов В христианстве Это как раз Вот это отсутствие Общения Друг с другом Даже если мы Ходим во свете Или стараемся ходить во свете Но если мы не имеем Общения друг с другом Это очень страшно На самом деле Так вот И когда Не только Внутри Своей общины Конфессии Там Динаминации Вообще Закрываемся От Других людей Верующих Не верующих Не важно По-другому верующих Знаете Я Как и тысячи моих коллег Тогда Я был заложником Такого сектантского Мышления Я Ну Бог Свидетель Я искренне Заблуждался Я искренне верил Что Вот Только лишь Церковь Христова Божья церковь Это только лишь Вот наша православная церковь И Каноническая там Церковь И Знаете ли Я как бы Даже В ус в себе не дул Я даже не думал Знаете Что Где-то За периметром Вот Церкви Моей православной Церкви В которой я Воцерковился В которой я Состоялся Как служитель Нес служение Чтеца Потом Ипотиакона Диакона Потом священника С 91 года уже служил Как священник Иерей В Рязанской области Уже и в Брянской области Потом Как чтец И как ипотиакон Я Нес служение Это в Орловской Орловско-Брянской Тогдашней Епархии Значит и в Московской А уже как священник Это Рязань Иерейзанская область Иерейзанская Епархия Вот И потом Брянская И знаете Вот эти четыре области Они для меня были Вот как для служителя Вот такие Ну мои как бы Будем так говорить Области Знакомы мне Не понаслышке Знакомы мне очень хорошо Сейчас конечно Там много новых служителей Я как бы уже И мало кого знаю Вот Но Тогда я Божью часть Так или иначе Знал встречал Где-то видел Общался Вот и Но общение Где-то за периметром Православной церкви Для меня это было Знаете Ну табу Я даже и В страшном сне Как я там Однажды говорил Даже не мог себе представить Что я буду с кем-то общаться Для меня это был страшный бы сон Если мне такое приснилось бы раньше На самом деле Но Так получилось Что вот в девяносто шестом году Вот Будучи настоятелем Храма Я Значит Таким был деятельным батюшкой Активным Очень Священником Вот И Там и библиотеку Имел Такую миссионерскую Передвижную Православную библиотеку Газету сдавал Был редактором этой газеты Назвал ее церковь Это первая кстати Вот В центральном Черноземье Будем договорить Православная такая газета Пусть она была и районного масштаба Но эту газету считали и в других районах И И не только в Брянской области Но и в Белоруссии тоже Костюковичском районе Могилевской области Распространяли тоже ее В Гомельской области То есть она Эта газета имела распространение определенное Вот Хорошее распространение даже Слава Богу Ну конечно я проповедовал тогда Везде И в военкоматах И с призывниками работал И по просьбе военкомов И проповедовал заключенным Проповедовал в кинотеатрах Проводил показы фильмов В больницах проповедовал В палатах отдельно И среди коллектива Значит Медперсонала там И среди пациентов На общих Ну больных этих На общих собраниях Таких Очень разных больницах В клубах В ДК Значит То есть И в общем то Я тогда был молодым таким Очень активным священником Знаете ли И конечно То что я проповедовал Не знаю За многие вещи Мне до сих пор стыдно Честно говоря То что я говорил Тогда То чему я учил И знаете Слава Богу Это уже в прошлом В моей жизни Потому что я учил Очень многим вещам Ну совершенно Не библейским Конечно я указывал На Господа Я говорил Я Христе В том числе и говорил Но большей частью У меня была Богородица Святые Мощи Иконы Кресты Праздники И Ой Конечно я о Боге говорил И о воскресении Христа Говорил И действительно О Евангелии Но Знаете ли Это было в перемешку С Такой огромной ложью С иконопочитанием С почитанием Умерших святых С молитвой За упокой Я вообще этим жил За упокойными молитвами Вот Кстати С девяносто шестого года Я до сего дня Я не молюсь за упокой Я молюсь только лишь За живых людей Согласно Божьему слову Это наша юрисдикция Но это Я в семинарах своих Об этом подробно рассказываю Кому интересно Можете И мое свидетельство Послушать более детально Об этом значит И семинары Лекции Я убеждаю Православных христиан И всех христиан Держаться Пути Евангельского Библейского И отвращаться От идолов Потому что Действительно Всякое идолопоклонство Оно приносит Смерть Разрушение В жизнь верующего Отвращает Человека Отворца Но наша задача Взирать на начальника веры И совершителя веры Иисуса Христа На Господа Бога Всемогущего Не отвлекаться от него В сторону Туда или сюда Нет Идти прямым путем Сам Господь сказал Иисус Я есть путь Истина и жизнь И никто не приходит к Отцу Только лишь через него Через Иисуса Христа И он не сказал Что это только лишь Для протестантов Допустим Или для кого-то еще Отдельных категорий граждан Он сказал это для всех Дамы и господа Братья и сестры Для всех Вот И потому конечно Действительно Это истина для всех Она актуальна Вот Он мне сказал Что так же через мою маму Через друзей апостола Через кого-то еще И вот Но я не об этом сейчас Я хотел бы вспомнить Тот Благословенный час Когда я Впервые попал В собрание К протестантам Это были Пейсятники Так чудно все было Думаю О чем могут петь Протестанты Сектанты Я думаю А что могут петь Типа О моя секта О моя секта Ну для меня это было Ну как-то даже странно все Какие-то такие мысли глупые Вертились в голове Но когда запели песнь Я первый раз Слышал Неправославное исполнение Неправославного псалма Вот В неправославном храме Ну До молитвенных Песятников Но это настолько Было для меня Удивительным Открытием Пелось о самом главном Пелось на русском языке Не на старославянском Не было никакого Языкового барьера Между Богом и человеком Не было никакого Богословского там барьера Нет Все было просто Пелось о любви Христа Иисуса Пелось О любви Господа О самом главном О самом важном Не о второстепенном Не о третьестепенном А о первостепенном Любовь Христа Любовь Христа Безмерно велика Начала нет И льется как река И как волна Лапзает берега И глубока И глубока Светла И широка И если б не было любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей любить Приди скорей Скорей Тебя Он ждет Давно стоит У каменных ворот Стучит к тебе Открой Уже пора Прими любовь Без злато серебра И если б не было любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей любить Он возлюбил Тебя Меня давно Он возлюбил Он возлюбил И тех Кто лишь одно Твердили нет И поднимали смех А Он с любовью Призывает всех И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь надежду Вечно жить И как спаситель И как спаситель Всех людей любить О, если б знал, живущий на земле, Любовь Христа лишь ею дышат все. И если Бог любовь отнял на миг, То этот мир давно б уже погиб. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли Иметь надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить. Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Аминь! И ни в ком другом нет спасения, Ибо нет другого имени под небом, Данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Господу всемогущему Богу! Аллилуйя! Спасибо, Господи, Боже, за этот добрый вечер. Спасибо, Господи, за общение наше. Спасибо, Господи, за это общение с Тобою, В Твоем Духе Святом, В истине Слово Твоего, Боже, Благодать Твоя с нами, Боже, В нас, Боже, и Тебе за все слава и хвала. Благослови, мои братья и сестер, Во имя Иисуса Христа, Прими, Господь, наше пение, Наше восхваление, Так как благовонное курение. Коль славе наш Господь в Сионе, Не может.